Эти видеокадры юной Фаризы и молодого Ильхама, счастливой пары, которая стала жертвой январских событий, произошедших в 1990 году. Мой сын ушел как герой. Мне до сих пор не верится. Все было как будто сегодня. До сих пор скорблю по сыну. Я такой любви, сколько живу на этом свете, еще не видела. Она говорила, что мы вместе вошли в этот дом, вместе из него и выйдем. Так и случилось. Со дня трагедии прошло 25 лет, но в памяти родителей до сих пор перед глазами словно слайды проносятся кадры той кровавой ночи. Узнав о воде советских войск в Баку, Ильхам вместе с друзьями решил выйти в город и стать живой цепью перед танками. Но, как рассказывают очевидцы той страшной ночи, остановить военных было не под силу безоружным людям. Красивый черноусый парень призывал солдат остановиться и не идти на мирных жителей. Каратели на холодной броне танков ответили автоматной очередью. Ильхам стал одним из первых шахидов. Его тело изрешетило пуля со смещенным центром тяжести. Не теряя надежды, друзья отвезли его в ближайшую больницу. Мать Ильхама со старшим сыном искала его по всему городу, пытаясь по разбросанной на улице одежде опознать вещи сына. Мы пошли в сторону 20 января. Я увидела лужи крови. Старший сын предложил искать сына в больнице. В коридоре госпиталя я увидела шарф Ильхама, не сдержав эмоций, закричала. Старший сын Ильхан вышел из кабинета врача чернее тучи, сказав, срочно нужны документы Ильхама. Искать его надо в другой клинике. Я почувствовала, что он мне что-то недоговаривает. Труп Ильхама нашли в морге республиканской больницы. У Ильхама были мечты, которым так и не суждено было сбыться. Он верил в светлое будущее и любил жизнь. Жил ради семьи, рассказывает его мама. Когда пришла черная весть о гибели Ильхама, убитая горем супруга не находила себе места, оставив предсмертную записку, где было написано, что жизнь без мужа не имеет смысла. Не остановил Фаризу и ребенок, которого она носила под сердцем. Она принесла себя в жертву ради любви. Фариза четыре дня ничего не ела. Говорила, мой муж раненый лежит в сырой земле. Как я могу спокойно жить? Сколько бы мы ее не уговаривали не уходить из жизни, все было бесполезно. Она не желала слушать никого. Ильхам и Фариза ушли героями. Оставив о себе шлейф светлых воспоминаний и фотографии, на которых они счастливо улыбаются. Родители их бережно хранят, показывая своим внукам, как свидетельство непобедимой любви. А это 22-летняя Фариза, студентка технического вуза, названная в честь своей тети, которую она никогда не видела. Я родилась спустя два года после кончины тетя. Дедушка и бабушка назвали меня в ее честь. Я много о ней наслышана от них. Говорят, она любила детей, работала в детском саду. Была очень общительной, добрая и верной. Я очень ею горжусь. Я очень ею горжусь. Трагическая история Ильхамы и Фариза затронула сердца миллионов людей. На надгробном камне их свадебная фотография. Именно такими они остались в нашей памяти. Примером любви и верности для многих семейных пар.